Добрый день! Добрый день! Добрый! Вот мы очередной раз собрались в этот раз опять в проекте Интернет Ура! Или Интернатура! Кому как больше нравится! Был у нас довольно-таки приличный перерыв Я все бегал где-то, суетился, какой-то ерундой занимался Марк Евгеньевич тоже путешествовал, так понимаю, везде Бывает Да, сегодня к нам присоединился человек из другого проекта Господин Орлов А все почему? Потому что мы решили сегодня говорить не просто об интернете А мы решили поговорить об авторском праве То, что, наверное, последний год, может чуть больше, полтора Очень активно так вот муссируется Какие-то судебные риски, какие-то статьи Какие-то, не знаю, склоки Недавно опять это еще очередное заявление о том, что на борьбу с пиратами На восстановительских прав потратено больше, чем заработано от интернета Расчетно-американских мейджоров Поэтому мы решили поговорить об авторском праве в интернете Что такое интернет и авторское право? Насколько это совместимо? Какая новая форма? Что привнес в авторское право интернет вообще? И насколько это может быть предметом социализации или наоборот? Вот такая вот странная у нас сегодня тема Я думаю, что совершенно особые условия возникают В области авторского права Не просто в интернете А вот именно в российском интернете И чем больше у нас становится интернет И чем больше интернет-пользователей Тем больше у нас становится авторов Тем меньше у них оказывается прав Или тем более активно пользователи интернета Покушаются на право автора Конечно, надо разделить авторские права Связанные с очень дорогостоящими объектами Такими как фильмы И также все-таки очень коммерческими объектами права Такими как аудиозаписи, музыкальные произведения И текстами Я-то в первую очередь И как пользователь, и как автор, конечно Сталкиваюсь с тем, что касается текстов Как пользователь я наблюдаю с любопытством За разного рода интригами, хитросплетениями Почти детективным сюжетом Того, как происходят судебные тяжбы Как некоторые уже у нас телекомпании Выигрывают иски против социальных сетей За, так сказать, незаконное пользование контентом Фильмы, конечно, имеется в виду Наверное, дойдет у нас и до того Что владельцы прав на фонограмму Тоже будут как-то это пытаться изымать из интернета А вот с текстами совершенно обстоит беда На мой взгляд Еще раз подчеркну, что я с этим сталкиваюсь Как автор ряда книг Опубликованных коммерческих издательств Ну, вот, Казахстан, Орлов Думаю, тоже сможете сказать, как издатель Да И ситуация совершенно парадоксальная Ну, вот, в первую очередь Как это с точки зрения издателя? Ну, я издатель, в общем, весьма специфический Я как раз хотел заметить вот что Мне интересуют в этом В этой теме такие вообще человеческие аспекты Может быть, не специальные Я не специалист в области юриспруденции Ну и так далее Мне кажется, что борьба за отсутствие авторского права в интернете Ну, потому что есть два лагеря Да, есть два лагеря людей В общем, ярко выражены Да, одни говорят и другие говорят Так вот, направление на отсутствие авторского права Что все теперь общее И не нужны подробности В виде того, чьего это Это очень неприятная лично для меня вещь Потому что, ну, возможно, потому что я принадлежу культуре Ну, такой, скажем, штучной Когда все, что сделано конкретным человеком Особенно, если он мастер своего дела Это является незыблемым И это основа и отношений И прочего, прочего, прочего И поэтому я как раз Ну, такой яростный, яркий сторонник Защитник, как сказать Защитник авторского права Не очень понятно, как это делать Да, есть масса сложностей Да, и вероятнее всего И очень может быть, что эта борьба будет глобально проиграна У меня есть такое ощущение Может быть Но лично для меня Соблюдение этих вещей Чей этот текст Чей этот фильм Чей эта музыка Чей этот маленький какой-то акт творчества Очень маленький Лично для меня, по-человечески, это очень важно Но я знаю, что ведется Принимаются законы Там, в четвертом году был принят закон Вернее, внесены какие-то изменения То есть, что-то происходит в этом Но все равно на бытовом уровне Все равно идет нещадное перемешивание всего Ну, можно я вклинись на секундочку Вот, смотри, как я так раз упомянул Четвертый год Вообще, хочу напомнить некоторую историю Россия вошла в всемирную Женевскую Биосклоненцию в 1973 году Вошла на варварских условиях Так называемые спецусловия По которым все, что в 1973 год Назовалось пабликом-домейном То есть, все Практически золотой фонд Что мы заказали, что киношные У нас был, собственно говоря, халявский Можно было использовать то, хочешь Паблик-домейн, да, он на достоянии Вот И мы жили, ну, буквально до начала 2000-х лет Вот с этим, ну, конец 99-98 началось изменение Когда начали пересматривать все законы Начали их пересматривать тоже очень похитом Начали крутить так, что, честно говоря Все изменения, которые с 99 по 2004 год были Они лично мне Я являюсь все-таки представителем некоторых кинокомпаний Некоторых авторов, как, скажем так, литературных авторов Музыкальных Владельцев музыкальных прав и так далее То есть много такого представляю здесь И по долгу своей службы Постоянно сталкиваюсь с тем И мне лично новые законы не облегчили жизнь Что касательно именно примитивно к нашей теме интернета Вот я вот буквально выскажусь И потом, может, снова будет продолжить твою мысль Вот одну такую вещь Ты вот говоришь общую вещь Но то, что ты говоришь, наверное, интернета Это касается в меньшей степени Потому что, на мой взгляд Ребята, стоящие с лотками на улицах Приносят в признак намного больше Чем все торрент-трекеры интернета вместе взятые Вот только вот, предположим, реализаторы Одного отдельно взятого города Даже не Москвы Какого угодно небольшого города Они намного больше пират Почему? Какой процент интернет-пользователей в России? 30 с чем-то, я не помню точно Процентов вообще по России, по-моему 37 или что-то такое Сейчас даже больше Сейчас пользователей интернета 43 миллиона И если принять внимание Что подростки и взрослые люди Не принимают в расчет пожилых людей Где-то миллионов сто Значит, количество поисков интернета Уже перевалило за 40% поселения Какой процент из этого Шарикополосным интернетом пользуется? Возможным для доступа к именно авторскому праву Так называемой музыке и фильмам Вы знаете, сейчас как раз все облегчается Когда достаточно доступный мобильный интернет появился А это уже в любом, даже небольшом городе доступно И уже можно скачивать музыку И если хорошее качество такой связи Уже можно скачивать музыку А теперь перейдем проверить просто даже на уровне Вот, ну и достаточно много действий по регионам Саша, не знаю, есть ли по регионам Я тоже забываю Ну, наверное, Марк не знает Сколько стоит, скажем так Последний блокбастер на пиратском DVD в городах Знаете, да? Ну, максимум 100 рублей Да, боже упаси Даже в Москве 30 рублей в регионах стоят Хорошо 30, максимум 50 максимум В Москве максимум 100 рублей Это где ни на одном диске очень много фильмов Мы не говорим о качестве Потому что те, кто какой-то пиратку редко вообще заботится качеством Вот, поэтому, соответственно, я про что и говорю Вот лично у меня тоже, как владельца авторских прав Вообще не заботит интернет Честно скажу Даже многие вещи в пониженном качестве Либо усеченном качестве выкладываем сами Я считаю, это промоушен Как для автора, так и конкретно для компании Ну, Андрюш, ты делаешь это сознательно Да И поэтому никаких претензий Не-не, у меня дело не в претензии Я говорю, именно в процентном соотношении вреда Приносимого интернет распространения Завтра, возможно, это будет по-другому Нет, пиратство Прошу прощения Пиратство на уровне DVD, CD, лотошников Это одна история Интернет — это отдельная культура Которая таит в себе массу вещей Вносящих, ну, как бы, правку в наш разговор, да Какие-то вещи, возможно, изначально создаются Как для всех Чего не скажешь для всех этих Там однозначно пиратство Там просто, ну, все гораздо проще В интернете несколько сложнее проблемы авторского права Именно в силу того, что Наша тема, как в основном, касается интернета Можно разбирать то, что касается на улицах Это вообще Маленько-другая история Я думаю, Андрей, что Пройдет еще несколько лет И автоматически Так само собой это случится Что эти уличные распространители Их профессия Отомрет этот рынок Отомрет Оператство в интернете И скачивание того же видео Будет только процветать Я Маленькая ремарочка в этом случае опять Я считаю, опять же, по опыту общения Большому опыту общения В этом направлении с людьми В том числе с регионов Есть две проблемы Первая проблема Это доступность в городах тех или иных продуктов Люди качают не потому, что не хотят украсть Им просто нигде взять Откройте у нас App Store, грубо говоря То есть iTunes нормальный полноценный Или что-то подобное Что там не обязательно на Apple На что угодно Нормальный интернет-магазин Дайте им нормально работать И ради бога Потому что Многие бы с удовольствием купили Потому что та цена Которая стоит многие вещи Даже аудиокниги Которые имеют прямое отношение Они за 30 рублей Думаю, многие бы не задавились Купить нормальную полноценную аудиокнигу Конечно, диск стоит 250 рублей Причем реально Вот я как издатель говорю Нам 25 рублей попадают От тех за 250, которые стоят в магазине Вот Поэтому, соответственно Я готов за те же 25 рублей И какая цена будет продавать за 25 рублей Я готов контент продавать ровно так Проблема в том, что я не могу заниматься Интернет-магазином Пример Конечно же И все-таки Нищение сквозково о том А что происходит Связанное с саторским правом И отражающееся на интернете На запределах интернета Как раз В последнее время Поразительные новости Судебная тяжба Между крупными издательствами Одно из которых Самое крупное в России По поводу нарушения Аторских прав Наследника Замечательного писателя Фантаста Александра Беляева Конфиби и другие замечательные книги Привела к тому Что издательство Нарушившее Авторские права Посчитавшее В общем-то говоря Эти книги Бесхозными Якобы Много лет прошло После смерти автора И соответственно Их публиковавшие Без ведомого Наследников Оно Решением суда Должно Платить штраф В неслыханных Для России Масштабах 7,5 миллиардов рублей То есть Это больше Чем Наверное Вся книгоиздательская Сфера На сегодня Не знаю Что с этим Будет происходить Дальше Но прецедент Очень важен По крайней мере Начинают Татарское право Защищать А как это происходит В интернете А интернет Это такая территория Беспредела На сегодня Да Скачивать Музыку И скачивать кино Бывает не так просто Нужны определенные Технические условия Нужно же Хороший интернет А скачивать книжки Особенно тексты В архивном виде Это же так легко И просто Я согласен Это другая сфера Но с ними как раз Борются более активно И более давно И уже Очень мало Осталось Мизерное количество Ресурсов На которых можно Как вот Либрусег Когда уже перестал Либрусег А и мобилка Полностью съела И многие другие ресурсы Они перестали Уже ими быть Потому что тут Как-то договариваются Люди Ну По-другому У тебя просто решаются Нет В том-то и дело В том-то и дело Должен сказать Что вы правы Специализированные Крупные сайты Библиотеки Сетевые Когда-то В Рунетсетове Сотчинналась Библиотека Машкова Которые Долгое время Существовали Тем Что пользователи Приходили И скачивали В основном Бесплатно Книжки И никто не интересовался Вопросами Кому права принадлежат Крупные сайты Уходят в тень Но огромное количество Пользователей Социальных сетей И Люди Создающих Маленькие сайтики Выкладывают Там В большом количестве Книги Официально публикованные И Возникает Продукционная Ситуация Если Книга Действительно Кому-то Нужна Если Она кому-то Полезна Если Она чего-то Стоит В конце Концов То Как правило Проходит Максимум Несколько Месяцев После Ее выхода И Она появляется В интернете Это же без проблем Отсканировать Можно опять Реплику По этому поводу Я опять задую Своему Вузел Просто Опять Та же самая беда Которая Говорила про фильмы Дело в том Что мы должны Смотреть На Новый Пару Событий Да 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 Подожди Посмотри Что получается Это так называемый Загнутый круг С одной стороны Если Мы посмотрим На позицию Издателя Издатель Пусть он даже Не думает О Коммерческой Прибыли Не думает О кошельке А хочет Сеять Разумное Доброе Вечное Занимаясь Благим Делом Ну Хочется Вообще Говорят Нести Книги И культуру В массы Вот он Издает книгу Да Вкладывается Расходы Автору Может быть Он гонорар Не сразу заплатит А по мере Ну там Хватит других Расходов Но он должен Техническим сотрудникам Заплатить Он должен заплатить За издание Типографии И он получается Вкладывая средства Это замороженные Деньги Они вернутся Только когда В течение Лет трех В среднем Тираж Книги Если не какой Это там Суперклице Года три Это будет Постепенно Расходиться И эта книга Должна попасть По городам И весям Нашей большой Страны Хотя бы По несколько Экземпляров Какие-то Небольшие Даже Города Книга Торговая Сеть Должна попасть Но если Действительно Полезная Книжка И через Три-четыре Месяца Она лежит В сети Достаточно Иметь сканер И массу Свободного Времени Чтобы этим Заняться И человек Посмотрев По Яндексу Где он Может Эту книжку Найти Так она Живот На этих Сайтах Лежит Но зачем Я тогда Буду Иметь Такую Себе Головную Боль Заказывать Через Книгу Почты Какой-нибудь Азон Тем более Что в моем Маленьком Городе Очень Ассортимент Небогатый И он Редко Обновляется Мне сказали Я могу Заказать Но это Через Три Месяца Будет Эта Книжка У меня В руках Так зачем Мне Это все Нужно Я Сейчас Без проблем Скачаю Нет Я хочу Букольно Это все Разбить Абсолютно Другая История Дело В том Что мы Живем В некую Другую Эпоху Проблема Даже Не в том Что Ему Хочется Заказывать Книгу Почтой Он Вообще Не То есть Люди Как Иначе Связаны Как Фильмами Так Они Сидят На своем Они Хотят Издавать DVD Они Не хотят Работать С контентом Как Таковым Я Сколько Уже Зубов Сломал Азон Как Подвинулся Много С кем Из крупных Менеджеров Тоже Говорил Начали Продавать Благо Если Мобилка Серьезно Бумажная Книга Не бумажная Книга А именно Книга Изданная Она Многие Не хотят Не хотят Считать ее На айфоне На мобильном Телефоне На кпк На специальных Ридерах Да То есть Это очень Сейчас распространено Даже в маленьких Городах Люди не хотят Большие книги Таскать с собой Зачем Их заставлять Это делать То есть Издатель Который Не думает Об этом Он сам Обрекает Ну что Быть обворованным Секундочку Потому что Купить На аймобилке Извините меня Что-то по-моему От 8 рублей Это классика Стоит До 30 Что-ли Рублей Ну мне Смешно Даже Говорить Да То есть Такая бумажник Когда она Рубля 300 Стоит Я понимаю Это отдельная Колоссальная тема Отдельная тема Но опять же Все-таки Ну а как без этого Надо об этом Думать Уже в долгое время Ну хорошо Поэтому Это обусловлено Воровство Все-таки И читатели У нас еще Более Консервативные Конечно Москва Питер Может быть Еще ряд крупных Городов Но не Россия Да Но не регионы Не согласен Привык человек Держать книгу в руках Но он Получить ее В свои руки Не может Ему проще Гораздо Скачать ее Ничего за это Не платить Он невольно Сам того Не желая Нарушает закон И что тогда Получается Тогда получается Что издателю Невыгодно Вкладываться Тогда получается Что Книжная сеть В этом городе Ее ассортимент Еще более Суживается Они получают Новые поступления Тогда получается Что Наступает момент Когда Читатель Живущему В каком-то Реконаре Городе Ему И вообще Найти Эту живую Книгу Вебумажном Вариате Крайне Затруднительно Цепочка Разрывается Я очень Хорошо Это знаю Как автор Ряда книг Я не литератор Все мои книги Предназначены Для специалистов Моих коллег Либо это Научно-популярные книги Но они все равно Должны так и начать Получить И Надо прямо сказать Что они все Есть в сети Масса сайтов Где они лежат Издательства Которым сейчас Принжат права Не занимаются Этой войной Потому что Бесполезно Слишком много И Это По принципу Сегодня здесь Завтра там Завтра это Исчезнет В каком-то месте И начать Требовать Возмущаться После завтра Появится В другу Что-то там Господин Орлов Я хочу затеял Сказать С хитрым лицом Ну Да Значит Если Немножко отложить В сторону Бумажные книги Потому что Бумажная культура И культура визуальная Несколько иные вещи Ну хорошо Мы будем говорить Только о визуальной 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 Что-то электронная Да Электронная Потому что Надо делать Другой визуальной Нет Электронная И его легальная Страна И нелегальная Страна Ну Марк говорит Абсолютно точно И Именно точно Что Что делать Человеку Значит У человека Должна быть По идее Издательство Купившее права На ваши книги Должно Предоставлять Дополнительный Сервис Людям Доступны Финансово Ну Технически Несложны Технологически И прочее И прочее Чтобы В деревне Нижние кипятки Человек Который ждет Давно уже ждет Книгу Марка Наконец Дождался Заплатил 30 рублей Может быть В электронном виде Может быть Это общая проблема Российская Сейчас Андрюш Сокончик Значит Но Не все равно К делу Кому он заплатит Эти деньги Это самый главный вопрос Это то ради чего Мы здесь Значит Я считаю Что со стороны Государства Должна вестись Внятная Конкретная Ежедневная Борьба с пиратством Мы прекрасно понимаем Что такое пиратство В интернете Это как Это как проблема Всех национальных разборок На улице Все об этом говорят А нужно просто Отслеживать законы Милиция должна выходить И привлекать Суды должны вносить решения По правильным статьям Это все просто Мы не выполняем Собственных законов Они простых меняем Но мы их не выполняем Мы их начинаем усложнять Не выполняем их Говорим какие-то слова А нужно просто Тупо Кто-то кому-то сказал На улице жит Подходит Все просто Это все прописано Есть база То же самое здесь Кстати я вспомнил одну вещь Я буквально Маленько в сторону Она очень близко К тому же Мне очень понравилась Я недавно слушал Запись передачи Эхо Москвы Там они обсуждали ЕГЭ Там один мальчик Все сетовал Он говорит Что вот Там списывали Туда-сюда А там одна дама Была из какого-то органа Не помню Это самое Связанного с ЕГЭ Она сказала А почему Вы ей не подняли руку И не сказали Привела пример Что у какой-то девочки Которая на Англии училась Она раньше закончилась Она опернулась Видит Кто-то занимает Говорит Давай тебе помогу Этот человек Кому она хотела помочь Поднимает руку И говорит Прошу зафиксировать В случае нарушения правил Понимаешь Вот то что ты говоришь Проблема заключается в том Знаешь почему Милиционеры и все остальные Не будут бороться До тех пор Пока граждане этого не захотят Пока граждане не захочут Поднять руку Хочу зафиксировать Случай пиратства На улице Я гражданин В общем Андрей Здесь все хороши Так это Вот это замкнутый рук Кто говорит Ничего не произойдет Это процесс который живет Вот здесь Как обычно все процессы Люди должны понять Что привлично Что не привлично А знаешь почему Когда это произойдет Вот мы недавно С тобой в другом проекте Говорили По поводу Некоторых вещей Мы упоминали слово Спекулянты Как оно исчезло Из российского лексикона Может все стали спекулянтами Грубо говоря Так или иначе Все стали спекулянтами Поменялись нормой Да Это стало нормой Законной нормой Вот тогда Когда каждый станет Автором в той или иной степени И это конкретно Его будут обкрадывать В том или иной степени И как Марка Его книги там утаскивает Там у тебя какие-то Твои там издания Не может что-то У меня там предположены Фильмы там О музыку и так далее Да И тогда каждый захочет Себя защитить То есть защищая другого Защитить себя Может тогда Перед исчезли Но ты же знаешь Все авторами не станут Почему Так или иначе Все могут стать авторами Автором чего-то Потому что человек Предположит ведущие блоги Если ему будет Важно чтобы его статью Публиковать в другом месте Со ссылкой Те же самые с моей Они не стесняются То есть они кричат Украли фильм Но взять Извините Сюжет Из интернета И даже не сославшись Это все показать В новостях Это нормально Извините Должно в две стороны Работать тогда Вот я думаю Что Все ж таки Должны происходить Изменения Законодательные Связанные С самим интернетом В России Мы не платим За телевизионный эфир Так называемый Бесплатный телеканал Но ведь есть страны Где просто Человек имеющий Телевизор Платит небольшой налог И смотри Что хочешь А из этих денег Все окупается В конечном счете Так же наверное С интернетом И тогда Любой контент Человек может Скачивать Сколько он там Потребляет Трафика Женщина За это он Что-то доплачивает Секундочку И это может покрыть Маленькую вклинку Маленькую вклинку Я просто сейчас вспомнил Есть один сервис сети Чтобы делать рекламу Назову Они сделали очень здорово Они ввели абонентскую плату На музыку На фильмы На бумажные книги Ты платишь Энную сумму И у тебя безлимит Это точно так же Хорошо продуман Как некий безлимит В ресторанах Все понимают Что больше Ты не съешь Так это разумно Хорошо Куда идут эти Авторы Авторы А ты знаешь Как работают Если авторы Авторы Нет Это нет Я сейчас не предлагаю Говорить оперативных сервисов О чем я сегодня Так иначе говорю Это все легальные сервисы То есть Этот сервис Марк наверное знает О котором я говорю Что это один солидный сервис Очень хороший сервис Причем он хороший Как по использованию Так в принципе По работе с авторами Они придумали Очень хорошую Эту идею Мне это нравится Естественно Мы говорим о том Что это идет автором Естественно Потому что они же Человек с качалом Заплатив абонентскую плату Он же отслеживается Что он взял Этим автором Я так думаю Этим автором это пойдет Потому что у нас есть Другая варварская Всякие там РАО Там ВАП Бывший ВАП Теперешний РАО Вот Это другая история Как они работают И как у нас идет Совершенно непонятная система Отчисления авторских С радио Когда просто некая сумма идет А как уж там Каким автором Тем кто заключил договор с РАО А извините Если гоняют музыку Не тех кто СРАО Почему они не получают Это какая-то странная Для меня система Которая введена По отчислению с радио С музыкальных радиостанций Вот такая система Мне не нравится То что ввела Система управления Темной в интернете Мне нравится Это замечательно И надо ведь еще Подчеркнуть вот что Когда я говорил О ситуации Вот этого Закрытого порочного круга Из-за пиратства Издательство теряет Автор теряет И читатель теряет Теряет однозначно Дальше происходить Будет следующее Из-за этого Уменьшается Количество Качественного Качественного Появляется Копи-паст Появляется Пиратство в квадрате Пиратство в кубе И когда я задумываюсь О судьбе Вот моих книг И в сравнении Через интернет И легально Через издательство Я честно говоря Не беспокоен Особенно Размером Авторских Отчислений Это книги Для специалистов Их тираж Не так большой И это все Не миллионы Какие-то Но гораздо Больше Меня беспокоит Вот что Ведь Когда это Никак не отслеживается И когда Это Подобным образом Тиражируется То По дороге Меняются Фамилии Автора А что Еще более Неприятно Меняется Содержание Меняется Сам контент Ибо Берутся Фрагменты Одних Текстов Других Третик Это Перетасовывается Карты В колоде И Выдают За нечто Новое И тогда Оказывается Что Мой труд Мои мысли Мой опыт Мои какие-то Убеждения Принципы И так далее Оказывается Перетасовывается Тем Что это Прямо Противоречит Вообще говоря И Тогда уже Даже если Там упоминается Мое собственное Имя Лучше Будь Тогда И не упоминалось Так Так Бывает Да И что Получает В результате Тот читатель Который Все это Скачает Он Получает Нечто Неперевариваемое В умственном Смысле То что Будет Не питать Его мозг Простите А отравлять Кстати В этом плане Мы в первую очередь Получили Пощучину Не по литературе Даже по фотографиям Которые Первые Наверное Получили Вот такое Нарушение Такого плана Объекта Авторского Права Сети То есть Когда брались Фотографии И совершенно Другим Текстом Они куда-то Лепились Была Хорошая Попытка Вести Некую Защиту Вот Этого Фотографии Как раз Года Полтора Назад Но Ничего из этого Не вышло Вот Поэтому Кстати То что Марк сейчас Упомянул Падение Качества Я бы хотел Заметь Еще такую Вещь Что В связи С тем Что Многим Издателям Я сам Занимаюсь Авторским Правом Работаю С издательствами И я Сейчас Особенно Хорошо На себе Чувствую Особенно В кризис Сейчас Эти вещи Когда Падает Контент Я занимаюсь Не популярным Не Папсой То есть Я занимаюсь Тартхаусами Занимаюсь Детским Семейным Кино И так Далее Соответственно Это очень Сильно Упало Сейчас Потому Что Эти Они Малобюджетные Вещи И издательства Говорят Я лучше Издам Очередной Не буду Назвать Новый Фильм Который Вышел Который Сейчас Пройдет И таким Образом Я Как большой Любитель Авторского Кино Как Любитель Фестивального Кино Вот сейчас Прошел Очередной ММКР Я просто Четко Знаю Я еще С прошлого Двух Не могу Найти Фильмов Которые Хотел Бы Купить И поставить На пол Фильмов Которые Хотел Быть Почему Потому Что Есть В России Порядка Четырех Издательств Которые Занимаются Таким Кино Но Не все Такие Герои Как Сэм Крибанов Которые Могут Тратить Сумасшедшие Деньги На Буквально Бездоходные Скажем так Фильмы Памятник Человек Поставил И Соответственно Не все Могут Позволить Проталкивать В России Так столько Сил Заниматься Не тупым Зарабатываем Денег Вот То Чем Я сказал Контент Аудиокниг 30 рублей Я страшно Сколько Потом автор Получит С этого Дела 300 Рубля 200 А Когда Будет Случат Разница Издательство Когда Быет Такая Разница Издательство Не будет Выгодно Этим Заниматься Соответственно Не будет Получать качественного контента клиент, читатель, зритель, слушатель, а будет получать всякую ту-в-ту, что мы имеем на сегодняшний день в 90% случаев в магазине, на телевидении и так далее. И как справедливо было отмечено, да, конечно же, проблема начинается с того, что мы сами, в чем-то мы лично, но большая часть людей в нашей стране не соблюдают законы в той или иной степени, в конечном счете, и законы в области адвокатского права не работают, хотя они есть. Конечно. И до тех пор, пока не будет меняться отношение самих людей, то, что у них голова-то происходит, в отношении к адвокатского права ничего не изменится, и сами же они от этого страдают. Те люди, которые читают, в котором книги, в котором аудио, видео, качественные продукты нужны. Но если сделать небольшой такой резюме, то получается из трех собрался сегодняшних людей два, как минимум, точно за серьезную борьбу в интернете, борьбу с пиратством, да? С одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что это должна быть с двух сторон такая деятельность со стороны государства, это все-таки может быть законодательным порядком, может быть, поощряя особые виды деятельности, изменение интернета, так как мы говорили, чтобы какая-то посильная, небольшая абонентская плата была для пользователей, для него легально скачивать то, что им нужно, и это бы действительно шло на вознаграждение издателей, вот к этому я готов присоединиться, потому что я как раз не считаю, что в интернете сплошь собраны люди, которые хотят украсть, я считаю, что зачастую многие это делают вынужденно, особенно те, которые хотят получить русский контент, находить в Америке, в Канаде, еще где-то в Пупона, но и Новую Гвенею, у них просто нет возможности, вообще, вообще. Но, поскольку этот процесс сложный, мы апеллируем каким-то там верхам, не небесным, конечно, но все приземлено верхам, наверное, это произойдет, я надеюсь, что это так и будет, но не завтра, что очевидно. А встречное движение, на мой взгляд, должно, может происходить уже сегодня со стороны самих пользователей, читателей, зрителей, слушателей, нас с вами. Следующим образом, я здесь хочу озвучить совершенно неожиданную парадоксальную идею, высказанную замечательным философом и литературоведом профессором Угнштейном о работе с читателями, о премировании читателей, то, что они еще читают книги. Ну да. Тут ведь есть еще и другая проблема, людей, имеющих привычку к серьезному чтению, становится меньше. И, на мой взгляд, то, что реально может происходить, ведь вообще все, что мы обсуждаем, это часть тех процессов, которые связаны с культурой в целом, культурой нашего общества, русской культуры, русскоязычной культуры. Русскоязычной культурой во всем мире, не важно уже, где человек живет, если он к русской культуре тяготеет, он хочет быть непричастным, а ему нужна. И, к сожалению, мы наблюдаем постепенный регресс, упадок и деградацию. Молодежь, подростки все меньше читают и не знают того, что вы любите должны, как самозообразующиеся. И параллельно с защитой авторских прав, параллельно с продвижением, популяризацией, пропагандой, если хотите, хороших книг и качественного аудио-видеоконтента, должна происходить, на мой взгляд, такая самоорганизация людей. Это просто вопрос выживания, сохранения культуры как таковой. Мне кажется, это уже совсем долгая тема. Итог интернета и авторского права. То есть, просто какое резюме, вот мы предположим, какое резюме именно на сегодняшний день? Ситуация очень противоречивая, и мы живем в таком переходном периоде, когда формально авторское право есть, но реально, по крайней мере, в русскоязычном интернете почти не действует. Ситуация эта будет меняться, неизбежно, несомненно, но я думаю, что если сами пользователи будут прикладывать усилия к нормализации положения, так как мы обсуждали, это будет полезно и очень важно для всех. Саша? Я думаю, что это такая очень благая идея Марка, что люди будут двигаться навстречу, соблюдению всех этих вещей. Да, но это некая мечта для меня. Мне кажется, что сегодня непосредственно значительно большей роли я бы отвел государству, государственным структурам, которые будут в соответствии с законами отслеживать и наказывать людей, которые нарушают законодательство в области авторского права. Потому что граждане свободного мира, Америки, Европы Западной, такие правосоздатели не потому, что они другие люди из других планет, нет, а потому, что они знают, что опасно быть другим. Опасно быть другим. я это покупаю, а не ворую, думают многие, потому что можно сесть в тюрьму. Не потому, что это грех, а потому, что это можно за это заплатить свободу, деньги, неважно, чем. Я думаю, что про это обстоятельство нельзя забывать. Это нужно воплощать в жизнь вообще ежедневно. Есть соответствующие структуры, службы, которые должны за этим следить. Потому что сделанное кем-то одним, если ты пользуешься этим, если это не подарок тебе, будь добр, плати, это нормально. В человеческом обществе так принято. Мы все обмениваемся своими нетленками того или иного в виде посредством гензнаков. Другого пока не придумали. Ну, особенно говоря, у меня резюме маленько другое. Я, человек, скажем так маленько по-другому смотреть на эту проблему, считаю, что должны меняться сами формы каким-то образом. Не знаю, как пока еще. Форма монетизации еще что-то такое. Интернет это то средство, которое позволяет человеку из Канады скачать русскую книжку. Человеку из России скачать книгу в предложенном французском языке в оригинале от автора. Должны меняться какие-то способы доставки контента, должны меняться способы оплаты, еще что-то такое. Должно вообще в принципе это как-то пока еще интернет слишком молодое место. Я думаю, что будет еще дозревать интернет в подростковом периоде. И как многие подростки он матерится, он там ведет себя более агрессивно, еще что-то такое. Он повзрослеет, я думаю. То есть, поэтому я лично считаю, что меняться должна форма авторского права под интернет, а не наоборот. А как? Посмотрим. Поэтому пока мы это так ставим многоточие и посмотрим, что получится. Всего доброго. Всего доброго. до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова